Благодаря вам живет наша компания, благодаря вам она растет, благодаря вам она стоит полтора миллиарда, и благодаря вам был построен тот завод прекрасный, на котором я работаю, и благодаря вам я получаю зарплату. Спасибо! Вот, поэтому самое главное, это вы, поэтому вы должны больше продавать, лучше работать, чтобы мы дальше картились нашей компанией. А так сказать, ну, братья, филки, конечно, молодцы, что вы не образовали компанию, но на данный момент это вы самое главное. Итак, поехали. Вот, собственно, краткое исложение того, о чем я буду говорить. Я немножко расскажу про наш завод, он действительно обалденно красивый. Я обязательно расскажу про всевозможные мифы и стереотипы. Вы знаете, дело в том, что с некоторых пор я стал частым культем подобных публичных выступлений, видимо, не только потому, что верхняя челюсть работает, но еще и потому, что владею языком, то есть, так сказать, как русским, так и другими. Вот, расскажу немножко базовые знания о человеческой коже. Вот, тут есть еще эксперты, они дадут мне соврать, если я совру поправят, но базовые знания о человеческой коже нужны именно для того, чтобы вот с мифами и стереотипами бороться. Потом расскажу про технологию приготовления шампуня или для душа, или то, что на нашем профессиональном языке называется пенамулька. Потом расскажу про губные помады, вот из чего они состоят, вот тут уже люди подходили, пробовали, думали, что это мои анализы, нет, я более-менее здоровый. Значит, ну и процесс про использовую, я уже расскажу. Значит, поехали. Вот наш завод, Витцлер. Значит, друзья мои, это просто, это космическое, монументальное зрелище абсолютно, то есть, площадь 26 гектаров от того здания, правда, нету, которое селит блесно-серым таким закрашено. Сам завод, это ОПР-2, вот он, вот сам завод, это вот то здание. Вот это огромный склад, логистический центр и, соответственно, пункт сборки заказов, которые вы тоже, так сказать, получаете, раздаете. А, собственно, завод, это вот ОПР-2. Вот там, собственно, находится цеха. Красиво, современно, то есть, вот первый миф, первый миф и первый стереотип. Как выглядит завод в России? Ну, вот в нашем сознании, это какое-то здание из красного кирпича, на фасаде которого белым кирпичом написано «Слава КПСС». Понимаете? Вот не так выглядит завод в России. Вот как выглядит завод в России. Вот именно. И внутри этого завода, вот там тоже не мужик в телогрейке что-то сахова лопатой с пола убирает, а там стоит совершенно современное оборудование, дорогующее. Там абсолютная чистота. Там все, так сказать, реакторы, в которых мы делаем нашу продукцию, из нерзобеющей стали, причем медицинской нерзобеющей стали. Поэтому вот нужно выкинуть это из головы. Потому что я когда там в компании друзей общаюсь, меня спрашивают, Вовик, а ты где работаешь? Я там, говорит, во имя. А, ну, шведская компания. А где? В заводе в Натинске. А, в России. У нас вот это по-прежнему представление о том, что у нас болты заколачивают кувалтой и стандарты качества не соблюдается, оно по-прежнему бытует. Ну, ребят, ну это неправда. Это не так. Я бьюсь с этим непрерывно. Вот. Да. Отверждение справедливости и правильности моих слов. Друзья мои, вам, наверное, в вашей работе вот эта информация будет очень полезна. Наш завод получил сертификат GMP, Good Manufacturing Practice, или в переводе на русский, надлежащая практика производства, еще, соответственно, в 2007 году. И с тех пор мы регулярно его подтверждаем. Вот последний аудит у нас был в апреле этого года. Мы все, так сказать, старательно, мы лишили глубокое декольте, чтобы пройти этот аудит. Мы его прошли. И следующий аудит у нас будет в апреле 2021 года. Видите, вот. Этот сертификат выдан международной аудитерской фирмой, занесен во все регистры и все регистры. Что же такое GMP в переводе вот с русского на русский? Вот здесь вот так вот по-русски в общем написано. А я попытаюсь на пальцах рассказать. То есть, если вы собираете свой замок, свое производство, свое предприятие сертифицировать по стандарту GMP, вы должны сами для себя написать десятки и даже сотни, у нас мы насчитали 160 инструкций и процедур, которым вы сами будете следовать. То есть, вы должны написать, в каком виде, в какой спецодежке нужно заходить в цеха, в каком, как нужно мыть руки перед тем, как зайти в цех, какое в цехе должно быть освещение, как маркировать продукцию, как обучать персонал, как хранить продукцию, как работать с браком, как обслуживать линии, я не знаю, описать вот все, что угодно. И таких процедур очень много, и вы сами должны их соблюдать. Когда придет аудитор, он у вас спросит, ну хорошо, а вот, допустим, вы на линии обнаружили брак, что вы с ним делаете? Покажите процедуру, где описано. Вы не будете говорить просто так, а вы, вот знаете, там в этом миру в коробочке. Нет, это должно быть четко прописано, в какую коробочку, как должна быть подписана эта коробочка, куда он потом дальше девается, что он не может попасть потом в продажу на рынок и так далее. То есть это все должно быть описано. И вы должны этим процедурам четко следовать. То есть, грубо говоря, вы сами себе ставите рамки, какой-то лабиринт, пройдя который вы на выходе неизбежно получите хороший продукт. То есть, наличие сертификата GMP это некий свод правил и ограничений, который в итоге неизбежно приведет к выпуску качественной продукции. А по сути это вот то, что написано здесь. Поэтому имейте в виду, что мы имеем сертификат GMP на все производство, как на производство пеномойки, так и на производство декоративных вещей. Это, конечно, такая довольно сложная соблюдать стандарт GMP, потому что он такой всеобъемный щит. То есть там есть и секция про обучение. То есть вот к нам приходит новый писатель. Вот книга должна быть прописана у нас. Как мы должны его обучать? Сколько? Чему? Как потом экзаменовать? И все это должно быть запротоколировано. То есть это не должно быть просто... Что мы производим? Вот здесь, если того, что мы производим, я написал тени для век, хотя у нас это называется модным зломом, консилеры. Мы производим к другому конце следа. В Малайзии купила помадку с нашим логотипом Ariflame. Она сделана у нас, на нашем заходе Made in Russia, Made in здесь на ней написана. То есть это вот мы экспортируем помаду на весь мировой рынок Ariflame. Вот. Двигаемся дальше. Сколько мы этого всего производим? Мы вот тут, с самого начала нашего существования, с 2009 года, конечно, сорвал про стандарт Джейнги, с 2007-го, с 2014-го был у нас стандарт Джейнги. Но говорится, извините, так бывает со мной. Вот. Значит, вот мы начали существование нашего завода, когда еще в Красногорске, в 2009 году, и до 2014-го он жил в городе Красногорск, и там мы производили только декоратив. То есть помаду, пески для губ и так далее. А в 2015-го мы переехали в Надинск, в тот самый завод, который я вам показывал на фотографии, и начали производить уже пеномой. Вот оно такими розово-серенькими колоночками показано. Ну вот, вот сколько мы производим, там это в миллионах. В миллионах штук. Вот. Много. И теперь не пристереотипе. Это мое любимое. Это просто мое любимое. Слушайте, вы знаете, когда я в интернете, а сейчас вот много интернет образованных людей. Вот образованных людей мало, а им совсем мало, а интернет образованных много. И вот когда я читаю в интернете какую-то информацию на тему вот того, что в помаде содержится свинец, и наличие свинца в помаде можно определить с помощью облучального кольца. Вот когда я читаю такую информацию в интернете, я испытываю чувство жгучей благодарности к депутатам Государственной нашей Думы, что они до сих пор не разрешили продажу автоматического огнестрельного оружия в частной улице. Я бы этих авторов перестрелял вот чертову матери. Я бы, конечно, сел, но сел бы с чистой совестью и ощущением того, что идиотов на свете стало меньше. Друзья мои, в помаде свинца, нет. То есть от слова совсем. Потому что, чтобы он там был, его туда нужно положить. Вот. А его там нет. А уж если вдруг какая-то сволочь положила свинец в помаде, то тем, кто определит его наличие с помощью облучательного кольца, я лично вот сейчас здесь, в этом зале, в присутствии большого количества людей, обещаю выводить размер Нобелевской плени. Я лично обещаю. Нельзя определить наличие свинца, с помощью облучательного кольца. Отслуга совсем. То есть, первую тему мы закрываем, свинца нет. Объясню позже, почему. То есть, это не билостопное мое утверждение. Надо, опять-таки, мне верить на стол. Я все вам объясню. А, значит. Ну, это известное утверждение, что вот дорогая косметика, это хорошо, там, а вот масс-маркет, типа, а не все время. Расскажу вам неподруганную историю из серии охотничьих рассказов. У меня есть одна подруга, ну, там, со школьных времен, с почти там с 50-летним стажем. Она вышла замуж за моего хорошего друга-приятеля. Они богатые люди, слава Богу, дай им Бог. Вот. И еще с 90-х годов эта моя подруга пользуется и пользовалась только косметикой шоссе. Только шоссе. Вот другой просто не существует. И когда я пошел работать на одну очень известную немецкую фирму, которая производила декоративную косметику для самых разных марок, для масс-маркета, даже для концерна Калина мы делали помаду. Ну, и для дорогих брендов мы тоже делали помаду. То есть, я в своей жизни делал помаду и для Dior, и для Шанель, и для Виши, и для Шесейда, кстати, тоже делал помаду. Кстати, у Dior своих производств нет совсем. То есть, Dior всегда размещает производство у тех, кто ему делает косметику. У него нет своих заводов. Вот. Они вот рецептуры разрабатывают, и то не всегда. Так вот. И я ее любимую помаду, любимая помада банки такого цвета почти фруксия. Я ей вот эту любимую ее цвету. А у многих же брендов есть помады очень похожих цветов, да? То есть, в любом бренде можно найти помаду практически один в один. Вот. Я залил в одинаковые футлярчики помаду ее любимого цвета фруксия. Их было 8 образцов. Я их снизу подписал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И пришел к ней на день рождения. У нее тогда что-то в районе 40 у нее было. Теперь, Анечка, я вот сейчас работаю на буталиновой фабрике, поэтому буталинов у меня дофига. Я тебе принес твоего любимого цвета помаду. Выбирай. Вот какую выберешь, такую я тебе и буду носить. Это как у Жванецкого. Покажи мне, что ты несешь, и я скажу, где ты работаешь. Вот. Анечка, значит, попробовал эту помаду. Так, попробовал. Так, что-то там. Разное попробовал. Кастирал. Опять попробовал. Выбрал. Можно две. Я уже говорила, тебе можно все. Выбрала две. Друзья мои, среди них не было ни одной шоссеи. Я-то знал, вот каким номером шоссеи. Она выбрала помаду диоровскую, вот такого вот цвета. Ну, вот, почти как полоска на нашей лодочке. Парь, прошу прощения, младочки. Вот. И, значит, а вторую выбрала, вы не поверите, нашу Ари Флеймус. Я тогда еще не буду забывать о ней. Ари Флеймус это не реклама. Нашу Ари Флеймус помаду, рубля ведро, это сто процентов цвета. Вот. Она выбрала вот эти две помады. Поверьте мне, вот, нет, вам, наверное, странно смотреть на 55-летнего дядька, который, так сказать, со вкусом говорит про грудную помаду. Мне по лету 25 поменьше, вот я бы этим и вызвался. Со страшной силой. Я про помаду знаю все. Я знаю, из чего она делается, как она делается, какие в ней основные ингредиенты, как она ложится на губы, как она носится, как она съедается. То есть, я про помаду знаю больше, чем вы померите. Так вот, вот сто процентов цвета была совершенно обалденная помада. Она реально очень хороша с точки зрения формы, с точки зрения того, как она лежит, как она носится, как под ней дышит кожа и так далее. она была очень хорошая помада. Но вид, ну вид, без слез не взглянешь, черненький футлярчик, с прозрачной крышечкой, господи, как в приличном обществе достать красить? Это только можно идти попудрить носик, правильно? Так же не достанешь из случаев. Понты дороже денег. Я это прекрасно понимаю, друзья мои. И когда идешь на свидание с девушкой, девушка достает какой-нибудь восьмое-двидесятый айфон и помаду, ты понимаешь, что у нее помада стоит минимум 3-4 тысяч, а ты-то достаешь, извините, Huawei. Понимаешь, что ты, в общем, с этой девушкой как-то неровнее. Понятно, у меня Huawei хорошо работает, я вам могу доказать это, но это же надо времени. А банка дороже денег, поэтому достать из сумочки дорогую помаду, чтобы красиво блестело, это очень важно. это очень важно. Но чтобы краситься, в сумочке должна быть помада, которая подходит к вам. Вообще, косметика индивидуальная. Вот, если девушка помыла голову, высушила, вышла на улицу, стряхнула грибой, сделала вот так губами и решила, что она королева, ребята, значит, все хорошо, значит, эта косметика вам подходит. Значит, ничего больше думать, решать и делать не надо. Значит, все, вы нашли свое и пользуйтесь этим. и наплевать на всех, потому что косметика абсолютно субъективно индивидуальная. Вот визажисты не дадут не соврать. Так, лечебная косметика, друзья мои, эта комбинация слов называется по-русски кофюмировка. Это несовмещаемые слова. Как живой труд? Лечебной косметики не бывает просто по природе в значении дисков. То есть, либо это лечебное, и тогда это относится к лекарствам, и регулируется соответствующими законами, правилами, и производство совсем иначе, и воздействует на кожу, на организм совсем иначе, либо это косметика, которая не имеет права проникать сквозь кожу и воздействует на организм. Она может только сверху что-то сделать. И они регулируются совершенно разными законами. Поэтому, либо лечебная, либо косметика. Вот этого не бывает. Следующее. Шведская косметика, это хорошо? А, ну да, я делаю свое. Павы, парогены, страшная химия, расскажу. В косметике много химии. Вообще, кругом все химия. Вот я, одна сплошная химия. Ну, в общем, да. Поэтому, ну, что значит химия или не химия? В общем, все химия, на самом деле, все, не в кругом химия. Поэтому, я всегда привожу от... У нас, понимаете, у нас сложилась в голове какая-то, я сейчас модное слово употреблю, парадигма. То есть, мы вот все искренне считаем, что вот живое, натуральное, сгрядь, и это хорошо, полезно, а вот химическое, сделанное, это вредно. Я всегда привожу именно тот же пример. Бледная поганка, она натуральная? Абсолютно. Ну, вот одной бледной поганки на компанию из 5-6 человек будет достаточно, чтобы вытаскивать граждане из дропли сразу. Ну, особо стойкие, еще пару дней не проучиваются. Ну, она натуральная. Абсолютно натуральной. Некуда. А полиэтилен, друзья мои, пищевой полиэтилен, вот такой вот, в виде порошка, можно есть ведрами. Но, в основном, он бескуджный, бесцветный, инертный. Нет, в виде пакетов не надо, он тут застрянет. Понимаешь, инертный, поэтому бояться полиэтилена не надо. Он транзитом проходит через организм и никак с нами не взаимодействует. Расскажу, зачем он нужен в помаде. Он в помаде употребляется. Поэтому, вот у нас в голове вот этот страшный суть о том, что вот натуральная хорошо, а вот химия этот долг продолжит. Мыться лучше дарами природы, и есть лучше дары природы, исключить дары природы и мыться. Ну, да, мыться можно, ребят, чем угодно. Был бы толк. Если в итоге будет чисто, то можно мыться лапушком, ромашкой, яичком, кизиком. Чему тут? Если в итоге чисто. Понимаете? Ну, наша цель вот хозяйственным мылом, вот как же раньше? Вот раньше мылись хозяйственным мылом, и у всех все было хорошо. Ребят, мы, во-первых, не знаем, было ли у всех хорошо. Для этого нужно произвести массовую сгумацию. Я на это пойти не могу. Понимаете? Не факт, что у всех было хорошо. Во-вторых, девушки, дамы, милые, раньше хозяйственным мылом мылись раз в неделю. В ванной день женщина мылась хозяйственным мылом, потом ополаскивала волосы, допустим, ромашкой, допустим, лобушком, потом долго-долго их расчесывала гребнем, фенов-то не было, естественно, и сушка доводила до состояния, что волосы почти сухие, потом их заплетала в вкус, укладывала и покрывала голову платком. Ни мусульманскую женщину без платка не мог видеть никто, только муж, только ночью. Поэтому у нее голове-то неоткуда было пачкаться. Ребята, она утром вставала в 4 часа доить корову, она в платке шла ее доить, потом она шла ворошить сено, она в платке ворошила сено. Она в церковь шла в воскресенье в платке, но в парадном платке, но тоже в платке. Поэтому мыться, если раз в неделю мыться, можно пушком, ромашкой, кизиком, хозяйственным мылом, чем угодно. Но если вы моетесь каждый день, а то и по ни одному разу, то вот это не подходит, потому что кожа имеет слабую кислую реакцию. От 4,6 до 5,2 кожа слабо-кисла. А хозяйственное моло это щелочь, причем такая жесткая щелочь. Если вы щелочью регулярно будете травить свою кожу раз в два раза в день, то в общем ни к чему хорошему это не приведет, я вас уверяю, не надо этого делать. Потом, более того, у нас же сейчас мотива перешло из категории помыться, чтобы было чисто, в категорию некоего самолюбоварного. То есть, понимаете, вот реклама, вот девушка стоит под душем, красиво стекает пена и девушка потом посушила волосы, встряхнула грибы и утром вычлит, побежала за маршруткой, волосы развиваются, и все маршрутка смотрит. И она сама собой любуется, она заходит в маршрутку опять решет грибы и всему ну, блин, какая же девушка. Невозможно. Так вот, друзья мои, если каждый день мыть голову и доводить до состояния грибы, чтобы он блестел, оболонимкость и струилась, это хозяйственный мыло никак. и лопушком никак. Это только современными моющими средствами, в состав которых входит парка и затем бальзамами, в состав которых входит другая страшная химия. Потому что только так можно добиться эффекта, чтобы волнулась, струилась и чтобы вся маршрутка обернулась. Иначе нет. Значит, соль, алюминия, дезодоранты это вообще печальная история. Вы меня потом спросите. В общем, они там есть. Помаги жир животного происхождения. Это тоже история, которая популяет в интернете, что каких-то котов, котиков нам начали прокручивать через мясорубь, отжимают из них жир, добавляют в помаду. Друзья мои, для этого здесь вот этот интерактив. Вот, в помаде есть один единственный жир животного происхождения. Я его буду уже демонстрировать с разующим. Вот он у меня в руках. Вот он. Он, в общем и целом, ничем не пахнет. Он полезен исключительно для кожи. Знаете, вот ланолиновый икрем, ланолиновый мыло. Вот он. Ланолин. Это жир шерсти овец. Ни одна овца при производстве этого жира не пострадала. Но только мораль быстрей. Поэтому никаких котов, котиков, крыс, собачек, из щеночков, из которых выдавливается какой-то жир при производстве косметики не используется. Кстати, наша кожа выделяет вот жировые железы, сальные железы нашей кожи выделяют очень похожий состав сложных эфиров и жирных кислот, которые называются ланолином. Потому что мы с овцами очень большие родственники. Я не знаю, как все, я по себя. То есть вот мы с овцами и с баранами с точки зрения ДНК мы родня на 96%. 4% разницы только. Это с точки зрения ДНК, с точки зрения генетики. И я это иногда чувствую. Значит, про звенец помаде мы уже поговорили. Нетки... А, ну вот же самое простое! Слушайте, вот это вообще гениально. Значит, дальше читаю, что вот метки на тубах разного цвета о чем-то свидетельствуют. Тоже, наверное, слышали, да? Что вот, типа, если на зубной помаде метка зеленого цвета, то это какая-то совершенно офигительная зубная натуральная помада. То есть, если что-то вырастает, сами прям... Зубная паста. Да, зубная паста. Значит, и все такое прочее. Так вот, друзья мои, значит, вот у меня есть два тюбика. Один из под нашего джорданик областного бальзамчика, на нем, видите, метка белого цвета. Вот из под нашего бальзама хирэйкс, на нем метка черного цвета. Значит, метки есть. Для чего они служат? Рассказываю технологию производства. Тубы от поставщика всегда приходят вот в таком виде. С накрученной крышечкой и с открытой жуткой. Вот всегда в таком виде. Они приходят в коробку. Потом они падают вот так вот, крышкой вниз, на вращающийся стол тубонаполнительной машины. Проворачивается там, датчик видит эту метку, останавливает тубу, иголкой ее потом наполняют отсюда, изнутри, до нужного уровня. А потом лапки машины запаивают эту метку. Так вот эта метка нужна для того, чтобы остановить тубу в нужном положении, чтобы потом ее запаять вот так, чтобы с этой стороны была лицевая сторона, а с этой стороны всякое описание. Не вот так, не вот так, а вот ровно вот так. И если у меня датчик настроен на черный цвет, то я у своего поставщика закажу тубу из черной метки, чтобы датчик работал. А если у кого-то на зеленый, то он закажет зеленым цветом. И все. У меня перестраиваемые качки. Я могу отверточки моими подрегулировать, и он будет реагировать на другой цвет. То есть при проворачивании тубы датчик видит меточку и останавливает тубу в нужном положении, чтобы потом ее правильно запаять. Это чисто технологическая метка. Ребята, никакого сакрального смысла в цвете этой метки нет. Поэтому если вам кто-то когда-то скажет, что вот раз на этой зубной пасте меточка красного цвета, то вы ее используете только для зубов в труднодоступных местах, вы ему эту тубу можете засунуть прямо в порт монет. И скажете, что от меня. Если вы вспомните еще какие-то волшебные космические версии истории, может быть, помните, а вот я еще говорю, я вам с удовольствием в меру своих знаний и опыта расскажу о чем я. Поехали. Структура кожи. Ну, да, кожа на самом деле уникальное совершенно явление. Это самый большой орган нашего тела. Это орган нашего тела. Она довольно много весит, имеют площадь порядка двух метров и, в общем, она выполняет самые разные функции. Для нас, как для потребителей, ну, и для вас, как для распространителей косметики, тоже потребителей, важна ее защитная функция. Так вот, друзья мои, верхний слой кожи, который вот здесь, вот верхний слой кожи, который не снабжается кровью, лимфой и так далее, и педыровый. Вот он показан здесь отдельно. Он, собственно, является основой этого защитного слоя. Для того, чтобы пролезть туда, внутрь кожи, нужно преодолеть либо трансэпидермальный барьер, сейчас говорю умные слова, простите, то есть пролезть между вот теми вот чешуйками, то есть, грубо говоря, вот здесь клетки еще живые, видите, они с ядрами, вот на границе дерма и эпидермиса, они здесь размножаются. И, соответственно, когда они размножаются, внутрь организма кожа расти не может, соответственно, они выталкивают клетки, тут она репок, степенно выталкивает, то есть клетки отмирают, превращаются вот в такие плоские мешочки, как мешки с цементом, и отмершие клетки образуют вот эту верхнюю часть, которая постепенно, так сказать, отшелушивается, и мы любим удалить шкраб. То есть скрабом можно удалить только вот самый-самый верхний слой. Соответственно, в молодом возрасте клетки обновляются полностью, вот выходит наверх раз в четыре, в неделю, мне повезло меньше, у меня примерно раз в десять неделю это происходит, но тоже пока происходит. Вот, и, собственно, как пролезть-то внутрь кожи, понимаете, вот для всех этих страшных вещей, которые все боятся, вот этой всей химии, допустим, все боятся там сульфаты натрия, лаурилсульфат натрия. Звучит как приговор просто, да? И вот мы читаем в интернете, что вот лаурилсульфат натрия может вызывать рак, может накапливаться в почках, печени, вызывать необратительные... Что проникает в мозг? Проникает в мозг, да, в мозг. Вот если лаурилсульфат проникнет в мозг, то нужно, что-то все, это керады полной. Согласен, да? Но дело в том, что туда, внутрь, в организм, то есть нет такой дверки, чтобы вот какой страшный лаурилсульфат или парапен какой-нибудь подошел, поскучал, я лаурилсульфат! Дверку открывает и заходит внутрь организма. Нет такой дверки в нашей коже. Размер пор нашей кожи 20 нанометров. Он туда не пролезет. Собака, он здоровый, он 100 микрон. Попробуйте кирпич запихать в замочную скважину целиком. У вас не получится, ребята. Он не пролезет через кожу. Если вы боитесь лаурилсульфата, хатки, парапенов, силиконов, еще чего-то, единственное, что нужно делать, не пейте шампунь. Все. Потому что, если вы махнули стакашечку шампуня с утра, задели помадку и пошли, так сказать, рожевые пузыри пускай, тогда дело швак. Внутри там слизистое. И там-то он может попасть в мозг, как только что у меня пройдет. Песень, почки, в общем, изменение. В общем, все будет беда. Не надо пить вверх. А если это на кожу, то через кожу он не пролезет, ребята. Ну, ну, бред. Ну, ребята, вы включаете верхнюю челюсть, в ней мозг находится. Ну, как вообще такое можно писать? Я просто этим интернет-автором поражаюсь. Поехали. Значит, вот информация про кожу. У нас же важная информация, что диаметр пор кожи меньше 20 нанометров. Важ кожи, то, что я уже говорил, слабокиск. И это важно. Поэтому использовать щелочные средства не следует. Это часто. Ну, да, вот количество волосяных укрыц до 1 миллиона. Представляете, на всем теле человека до миллиона, я не знаю этого человека. До миллиона волосяных укрыц. Но вообще, на самом деле, это удивительно. На голове порядка 150-160, ну, от 120 до 160, в зависимости от разных от многих особенностей. Я вернусь сюда, по городу волосяных укрыц. Вот она, эта волосяная укрыца. А к ней подходит мышца. То есть, когда нам холодно или страшно, и мы говорим, что волосы встали дыбом, так они на всем теле встали дыбом. То есть, каждый из этого миллиона укрыц подходит своя маленькая мышца. И когда мы пугаемся, или нам холодно, а ногу... Вот нет, это, конечно, фантастик. То есть, вот жалко, что я никакой не врач не делаю. Функции кожи, ну, их очень много, но я еще раз говорю, что для нас важна защитная функция кожи. Когда вам начинают втирать, прошу прощения за жаргон, что кто-то там может проникнуться в кожу, затаиться внутри, и потом сделать что-то страшное с вашими основными функциями. Нет, ребята, не может проникнуть, потому что у кожи есть основная, главная, защитная функция. То есть, нет, понятно, что если вы перед мытьем разодрались в кровь кожу и пошли мыться, то тогда возможны варианты. А если вы просто помылись, а не сразу после жестокой драки, то все будет хорошо. Ну, несоответственно, то, о чем я говорю, что, в общем, если есть заболевания кожи, термотиты какие-то, то нужно с косметикой и вообщем моющими средствами быть осторожными. А вот это, ребята, очень важный слайд. Запомните, запишите, отвечайте всем, кто с вами общается нашим. Это по определению, друзья мои, косметика может воздействовать только на верхние слои кожи. Вот это кардинально важно. по закону. Иначе это не косметик. Ну, и то, что я говорил, что для того, чтобы пролезть внутрь, кожа должна либо, так сказать, в пору, в дырочку, вот это сложное вещество сквозь кожу, чтобы пролезло, должно быть либо сквозь дырочку через пору, либо вот между чешуйками, пластинками залезть внутрь, то, в общем, тоже непросто. Ну, и, наконец, мы переходим, значит, заканчиваем эту историю про мифы, которые связаны с кожей, значит, переходим, собственно, к производству шампуна. Из чего они состоят? Во-первых, такое вам страшное таймин. Может быть, оно вам будет неприятно, я вынужден это сделать, если для этого, чтобы открыть вам посадку. Тарщи. есть еще активные граждане, несознательные, которые думают иначе. Шампуни и гели для душа это одно из душ. А это совсем одно из душ. то есть совсем-совсем-совсем-совсем. Поэтому совершенно безопасно можно мыть голову гелем для душа. Волосы, соответственно, не вылезут. А тело можно мыть шампунем, соответственно, они не выросли, там не надо. Я в данном случае, будучи человеком возрастным, могу служить рекламой. Если что, обращайтесь на то, если есть какие-то люди, работающие на сельфанах. Шампуни и гели для душа я их путаю. Но, как видите, голоса на месте. Как видите, я живу. Танцы. Значит, что входит в состав? В состав любых мыющих средств входит вода. Воды там много, процентов 80. ПАВЫ. Поверхностно-активные вещества. Все боятся этого слова. Оба страшные. Потому что раньше мылись исключительно омыленными жирами или щелочами, то, что входит в состав. Мыла. Так вот, варностно-активные вещества. Вот я сейчас следующие слайки включу. Вот. На него не надо смотреть, он очень страшный. Значит, дело в том, что вот как выглядит лаурилсульфат, лауретсульфат, они близкие родственники, только вот в лауретсульфате, который второй, в нем там вот в этом длинном хвосте еще эфирные группы вот такие вставленные. Этим отвечает лаурилсульфата. Значит, видите, вот они выглядят вот таким образом, то есть у них есть голова такая и длинный хвост. То есть, как голова с такой, как они выглядят. Значит, о чем это? О чем эти слайды? Как они работают? Вот есть вот эти поверхностно-активные вещества, у которых голова прилипает к воде, а хвост прилипает к жилу. Вообще, как я уже говорил, здоровая кожа, здорового человека выделяет ровно то и ровно столько, сколько ему нужно. Поэтому мыться в ринг. Ну, увы, нет, я не промежутка говорю, но, увы, мы общественные создания. Поэтому, так сказать, если в прямом исследовать этому завету, то, в общем, соседям по маршрутке будет неприятно. Поэтому мыться надо. Вот тут нужно напротив эту границу, как часто это делать. Потому что, как это работает? Наша кожа, наши сальные железы выделяют жир на поверхность кожи и к нему из воздуха прилипает грязь. Так грязнится кожа и, в общем, волосы мыть бесполезно. Их нужно снять, пропылесосить, а идите обратно. Ну, или тряпочки влажные, протереть, опять идите обратно. Потому что волосы мертвые. Вот они совсем мертвые. То есть, как только волос, ну, как я показывал, там, структуру кожи, вылез из луковички, вот как только он вылез на поверхность, он мертвый. Это кератиновые, длинные, упорядоченные чешуйки, связанные между собой сульфитными мостиками. Он мертвый. волосы можно отрезать, положить в коробочку и убрать в стол. И потом, лет через 50 достать, они будут точно такие же. То есть, вот эти все рассказки рекламщиков, шампуни, о том, что наши волосы, встраиваются, наши шампуни, встраиваются внутрь волоса, и изнутри его оздоравливают, омолаживают, укрепляют, и он делается живой, сильный, здоровый. Ребята, если ваши средства, действительно, такое делают с волосами, то я вам скажу адрес, где это нужно применять. Это на Красной площади. Если стоит такое невысокое здание красного гранита, вам туда. Потому что волосы мертвые. Совсем. Их не оздоровить, не омолдить, не восстановить. Нельзя. Можно сделать вид. Можно на них что-то нанести, поскольку он вот такой немножечко елочный волос. Его можно одеть, так сказать, бальзамчиком во что-то, так сказать, каждый облепить, чем он будет легче стоять, лучше расчесывать, будет быть более близкучим. Но изнутри он другим не станет. Для того, чтобы волосы стали другими изнутри, нужно начать вести здоровый образ жизни, нужно взбылить, в чертовой мать, или отрезать старые волосы. Больные, и уехать судьбу на море. Это вообще мерзли. И вот там, на море, в здоровом питании, через некоторых дней у вас будут расти здоровые, хорошие волосы. А вот укрепить, и омолодить, и оздоровить то, что уже сечется, и нездоровое, нельзя. Так вот, вернемся к коже. Кожа что-то выделила, на это налипла какая-то грязь, от этого жира испачкалась вот эта прикорневая часть волос. И чтобы помыть, нам нужно нечто, что эту грязь, жир с кожей уберет. Так вот, для этого служат бабы. Они своими хвостами прилипают к жиру и грязи, вот таким образом. А головы, которые не прилипают к жиру и грязи, торчат наружу. А к ним прилипает вода. Соответственно, когда вы намолили голову, произошло вот так. Дальше вы это смываете. И вода, цепляясь за вот эти головы, вот эти вот, в которых завержатся, соответственно, серо и натрий, вот эти вот голуби, вода прилипая, отрывает грязь от поверхности и уносит. Вот так работают бабы. Причем любые бабы. Начиная от этих страшных сульфатов и заканчивая бабом на основе кокосового масла, которое тоже входит в состав наших шампуней, питает. То есть, вот, это простая иллюстрация механики работы, как работают бабы. Поэтому бояться их не надо, сквозь кожу они не прорезают. Значит, раздражение кожи лаурин сульфат может вызывать, но это там еще, а, там парабены же, господи, парабены, вот пишут шампун без парабена, прекрасный. Ребят, зачем парабены вообще нужны в пеномыке? Это консерванты. Меды хозяйки. Консервантами что является? Соль, уксус и сахар в большом количестве. Правильно? Если в варенье не доложить сахар, оно забродит и в зарплесах. Это бактерии начнут вознажаться, выделяют уникальный кислый газ. Мы не можем класть в таких количествах соли, уксус и сахара в пеномол, чтобы у них не отмножались бактерии. Потому что в воде вода является источником жизни. И в воде, в водной среде, там 80% воды, естественным образом вознажается микроорганизм. Это нормально. То есть, если вы поставите стакан воды в ванную и через неделю вы его достанете и посмотрите в микроскоп, там зоопарк, будут разноцветные цветные, такие магнатенькие, разные, они будут спариваться, размножаться, там будет все очень красиво. Так вот это же будет красиво в шампуне, оно там тоже будет размножаться со страшной силой. И вот чтобы это не было на протяжении всех трех лет, пока вы пользуетесь шампунем или гелем для душа, туда обязательно нужно положить консерванты. Обязательно! И вот барабеной являются консервантами. Кстати, это близкие родственники. они сделаны на основе бензойной кислоты. Вот она, бензольное кольцо и уваживка. Если на это навесить еще одну, вот если вот эту убрать, вот эту, если убрать, а вот на это навесить циоуваживку, то получится салициловая кислота. Если еще одну циоуваживку навесить, получится ацетил салициловая кислота или аспирин. Барабены содержатся на самом деле в коре и влю, и в чернике. То есть это абсолютно нормальная естественная химическая штука. Они являются консервантами, антибактериальными веществами, попадая в организм, есть тушь, вымахнутый стаканчик с парабенами, они, соответственно, бочками разлагаются до бензойной кислоты и прекраснее выводятся с мочкой. Поэтому не надо их бояться. И поэтому, когда вы видите надпись на шампуне «БЕЗ ПАРАБЕНОВ», то вероятнее всего парабенов там нет. Но это значит, там есть какие-то другие консерванты. Потому что без консервантов шампунь бы зацвел через неделю, а уж через три года и подал. Значит, туда положили либо феноксетанол, либо бронапол, либо теазоленоны, либо соли, соответственно, серебра, что тоже не есть хорошо. Ребята, консерванты туда, значит, точно положили какие-то. Ну, чудес не бывает. Ну, как мы живем на этой планете. Ну, и, соответственно, уже выводы, как можете это сфотографировать, потом предъявлять вашим бытливым покупателям. Дело в том, что выводы-то я перевел из косметики ингредиент-ревью. Значит, долгое время занимались исследованием того, что вредно это или не вредно, страшно это или не страшно, и сделали вот такие выводы. Значит, по поводу 20-30 минут, да, действительно, если концентрированным лаурилсульфатом натрия воздействовать на кожу свыше 30 минут, будет локальное рассложение кожи. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто из вас стоит на мыленном 30 минут? В литературе такой случай не написан, когда дверь запуталась в 12-й ступе, помните, да? Вот не надо стоять 30 минут на мыленном, и все будет хорошо. Вот. Поэтому мы заканчиваем про... А, на кондиционерах. в кондиционерах действительно могут входить силиконы. Это длинные, очень длинные полимерные молебулы, это там какой-нибудь, допустим, полигиметилсилоксан. Вот. Что они делают? Вот наш волос, если на него посмотреть, он вот такой вот чешуйчатый, они его, как бы, каждый волос одевают вот в такой вот чехольчик. В итоге волосы меньше падают, лучше стоят, и прическа выглядит пышнее, они легче расчесываются, у них более блестящие. Любые бальзамы, кондиционеры не нужно наносить на корни. Их нужно на полоколок, блин, нужно себе длинную плечевку тростить. Их нужно наносить по длине волос, а не на корни. Мыть, наоборот, нужно в основном прикранную часть, а вот бальзамы, кондиционеры вот так. а, так, ну вот сюда. Детские шампуни отличаются от частных вопросов. Чем отличает детский шампунь? Значит, в детских шампунях либо совсем нет сульфатов, натрия, потому что они раздражают, щипают глазки, ребенка трудно объяснить, что нужно закрывать всегда глазки, когда умываешься. Взрослому тоже трудно, но можно. А ребенку нет. Поэтому, чтобы не щипало глазки, в детских шампунях обычно сульфатов, натрия либо нет, либо очень мало. А вот эти вот бабы на основе кокосового масла, они не раздражают слизистую, не щипают глазки. Но они гораздо менее эффективны. Меня часто спрашивают, можно ли взрослому человеку мыться детским шампунем? Можно, но долго, дорого, и блястеть, и, так сказать, волниться, струиться не будет, потому что они менее эффективны. Значит, что там еще сухих, думки, как «да». Так вот, друзья мои, вода, пауна и соль для загущения это примерно 95% состава любого моющего средства. То есть, когда вы варите супчик на мясном бульоне, то есть, вы берете 4-х литровую кастрюлю, кладете мясной краешек, снимаете пеночку с бульона, а потом вы туда что-то кладете. Вот, основа супчика это 95%. Точно так же и здесь. Отличие всех этих шампунь для уставших волос после вчерашнего, для окрашенных волос, они содержатся в 5% состава. Шампунь от перхоти. Перхоть бывает разной природой. Значит, если у вас перхоть, вы пришли к доктору, сделали со шкрябчиком, что у нас со временем? Все нормально. Делали со шкрябчиком, и врач объяснил, что у вас перхоть грибковой природой, тогда нужно подобрать лечение и лечиться антигрибковыми препаратами типа акватримазола. Если у вас перхоть, это так называемая жирная теория, природа ее очень простая. То есть, парышня с утра встала, помыла голову, посушила фенчиком, побежала на работу, вечером и идти на свидание, она посмотрела в зеркало, решила, что-то голова у нее не свежая, снова помыла, а сальные железы у нас там в коже работают, они же понимают, что утром смыли, они за день что-то туда выдавили, к вечеру, опа, опять смыли, они так, выделяют снова, парышня после свидания пошла с любимым на дискотеку, там она энергично потанцевала, вернулась вечером домой вся плотная, мокрая, опять помогут сальные железы, говорят, да вы что, там озверели что ли, и начинают опять туда, значит, это дело выделять, а если так всю неделю, а если девушка энергичная, а если она молодая, а если у нее не один кавалер, такой тоже, понимаете, то есть сальные железы к концу недели уже сходят с ума, они начинают туда энергично это все снизу выдавливать и так далее, и этот жир, который выделяется на поверхность кожи, он способствует тому, что вот эти вот чешуйки кожи верхние начинают энергичнее слаиваться и появляется почесухая вот эта перхоть, которая является жирной сепарей. Значит, рекомендации. Я не буду рекомендовать иметь одного кавалера, не буду, это личное дело каждого. Но, значит, рекомендации простые, значит, старайтесь и не мыть голову каждый день по разортирую. Вот честно, делаешь и гордишься, что вот хорошего у вас вам важно. И здесь смотрите, как мы это делаем. вот завешиваются ингредиенты, вот они завешиваются в соответствии с рецептурой. Вот она рецептура. Ой, спасибо за кнопочку, это не прям. Большое человеческое спасибо. Значит, в соответствии с рецептурой, в соответствии с количеством, завешиваются ингредиенты на электронных весах, которые тут же отправляют данные по сети на склад, сколько ингредиентов, каких списалось и так далее. Дальше эти ингредиенты. Кстати, вот запишите вот этот адресок. К нам приходила на производство барышня, как сейчас модно, блогер. Не знаю, что это значит. Блогер. Барышня неземной красоты. Мы их передали. Но, тем не менее, сняла какой-то удивительно толковый, грамотный фильм про наше производство. Вот сходите по этому адресу, он тут выложен. Вот прям очень толковый фильм. То есть, как-то, оказывается, нет противоречий между неземной красотой барышней и мозговой деятельностью. Значит, дальше эти завешенные ингредиенты отправляются в реакторы. Вот такие вот кастрюли-скороварки, смешалка. Это вот крышка. Потом кастрюля встанет вервертикальнее, и эта крышка опустится, и мешалка погрузится туда, и там будет вращаться. Из нержавеечки, соответственно, с нагреваемыми вот такими стеночками, там это все разогревается. Нужно это все растопить. То есть, начинается варка помагы с растапливанием воска, это где-то порядка 100 градусов. Потом добавляются следующие-следующие ингредиенты, температура потихонечку снижается, и потом помада при температуре в конце добавляется отложка, чтобы она не успела испариться у детей, и горячая помада при температуре 70 градусов сливается вот в такие вот лотки, выстланные полиэтиленом, потом помада в них застывает, и мы играем в куличики, и получаем вот такие вот брикеты помады. Видите, вот Люба режет помаду на более мелкие куски. Дальше они приходят на линию, соответственно, закладываются, помаду нужно снова растопить, чтобы она была жиденькая, это 80 градусов, вот в этот котел с кусками закладывается помада, таким-то ненужным ножом, как масло в советском гастрономии, режется помада. Котел, вот он этот котел, в нем помада разогрета до жидкого состояния, до 80 градусов, заливается в формочки, вот эти вот, вот они, отливочные формочки. Соответственно, если вы хотите помаду другого вида, другого фасона, вот все эти 180 формочек нужно сменить на другой вид, другой фасон. Вот, цвет нет, просто нужно почистить все 180, можно следующий цвет, а если другой вид, то нужно сменить формочки. Дальше, помада готовая, идет по линии, вот она, идет по линии, она встреливается в компонент, то есть, компонент пустой, встает на формочке, туда встреливается готовая помада, и дальше она идет по линии, автоматически закручивается, вот здесь, на нее одевается крыточек, крышечек, клеится тикенка. Линии тоже такие чистые, блестящие, импортные. вот тут, конечно, вот что значит, я не умею фотографировать, не профессиональные, не перекромщики. Вот, пусть все говорят, а что это у вас такое, вот здесь вот лежит? Лежит, видите, палочка вот эта, вот эта вот. Вот. Это, это, наши операторы засекают, ну, там, допустим, была остановка линий, вот, чтобы знать, в какой момент линия поехала снова, они в этот момент кладут на вот этот, вот этот круг, вращается, он вот так, вращается вот туда, в этот момент там залилась помада и она пошла по часовой стрелке. И, соответственно, эта штучка там тоже вращается. Для оператора это просто знак, что в этом месте что-то было и нужно посмотреть, какая там стрельница помада, не кривая, не касая, с потеком или нет. То есть, опытный, конечно, рекламщик это дело был убрал. Ну, я нет. Вот, значит, линии производят до 20 тысяч помад в смену, делаем миллионы помад в год. у меня к вам большие претензии. Мало едите, мало продаёте, в общем, как-то не знаю, надо что-то с этим делать. Потому что наш цех по производству помады загружен на 65 процентов. То есть, мы можем производить больше. Вот, учитывая всё вышесказанное, помада, соответственно, у нас хорошая и более того, она совершенно съедобная. Естественно, из съедобных ингредиентов. На вкус, конечно, свечка свечкой, но, что делать, если она из этого состоит? Что ещё, по равным данным, женщина, которая пользуется одним тюбиком помады в месяц и свою жизнь съедает от 3,5 до 5,5 килограмма помады. Мне, конечно, далеко. Я помаду пользуюсь редко. В исключительном случае. Подводим итоги. Друзья мои, я горжусь тем, что я работаю на заводе компании «Переходим». Во-первых, совершенно эффективный завод. Это реально просто новый, красивый, современный. Когда я еду на работу, я очень часто еду, держу на работу на велике, я рад тому, что я не уезжу ни одной противной морды на работе. Это тоже очень важно. Продукция у нас прекрасна, отвечает самым высоким стандартам. Уникальность нашей продукции в том, что ее разрабатывают люди, в общем, полковые, грамотные, любящие свое дело, из очень хороших ингредиентов. Ребята, вот это, все, что здесь представлено, это высочайшего качества. Когда я давал страж, в общем, перед лекцией понюхать лонолин, ведь ни один эксперт не заподозрил, что это имеет какое-то отношение к овчине. Все не упали, что это какой-то странный запах. Это жир, а варно. Но когда я сказал, что-то жир в шерстке овец, и сказали, ну конечно же, ну конечно же. Но никто никогда не заподозрит. Вот кастровое масло, как я уже сказал, у нас промокопийное в качестве. И тоже можно сказать про все остальные ингредиенты. Ребята, у нас очень хорошая продукция. Давайте продавать ее вместе, больше, и мы можем гордиться одной продукцией.